Доброе утро, дорогие друзья! Итак, недельная глава Вейра, вторник. Продолжаем изучение этой недельной замечательной главы. И подводим итог поколению потопа уже. Поколение потопа помогло осознать нам тот факт, что материальное благополучие, если только человек не направляет его на служение высшей духовной цели, неминуемо порождает разложение нравов и катастрофу. Мы это видели тогда и, к сожалению, мы это сейчас видим точно так же. Люди очень многие стремятся сделать что-то хорошее. Но, вы знаете, тут надо понять такую вещь. Недостаточно просто вырастить яблоко, чтобы сделать добро. Или яблоню, точнее. Надо, чтобы яблоко принесло пользу кому-то, чтобы его кто-то съел, чтобы что-то произошло дальше. Абстрактное добро не получается. Человек должен думать все время об одном. Не сравнивать себя с кем-то, не стараясь делать кто больше, кто меньше. Надо понять, что посмотреть в зеркало и сказать, или осознать, что моя внутренняя ценность определяется тем, что я создан по образу и подобию Бога. А совсем не потому, что я там что-то пробежал быстрее, прыгнул длиннее, или даже защитил какую-то диссертацию. Сколько бы, как бы вы ни выглядели, сколько бы денег вы ни имели, какой бы ни был у вас возраст, это не имеет значения. Вы человек равной стоимости с другими, всех одинаковый, да? Точнее, равной ценности, простите, стоимость была до этого. Ценность человека определяется тем, что он создан по образу и подобию человека. И поэтому его действия должны быть соотнесены вот с тем образом, от которого он произошел. В нашей недельной главе Авраам принимал гостей. Это ангелы, он побежал, сделал то, зарезал трех телец, что... Вопрос, почему Авраам во всем был щедрым по отношению к гостям, кроме воды? Сказали мудрецы, что Авраам зарезал в честь гостей трех телецов, и каждому дал только по языку. Потому что это было самое, так считалось, лакомство. А про воду что написано? Пусть они принесут немного воды. Почему? Почему? Читая статью нашу недельную главу, мы, в общем-то, понимаем все. Кроме воды, все Авраам сделал сам. Только воду принесли другие. Авраам не хотел совершать митсу за счет другого. У него было внутреннее добро. Рассказывает интереснейшую историю Раве Израиля Саландера. Однажды один из его учеников, очень богатый человек, пригласил его к себе на вечернюю субботнюю трапезу. Ну, Раве говорит, конечно, я обычно не принимаю приглашение, но сейчас вот от тебя там такое вот. Только расскажи, пожалуйста, как ты проводишь шаббат? Ученик говорит, в моем доме строгие правила кашру, там мясо мы покупаем, там в таком-то месте самый богобоязненный шохет. На моей кухне работает, подает и занимается очень скромная, кошерная вдова-мудреца Торы. Сами трапезы у нас проводятся по всем законам и обычаям. Между блюдами мы поем всякие песни, рассказываем о недельной главе. Кроме того, у нас есть постоянный урок. Ну, получается, что мы заканчиваем трапезу очень поздно. Раве Израиля выслушал ученика и говорит, что он согласен принять предложение, но с одним условием, чтобы укоротить трапезу на 2-2,5 часа. Ученик принял, конечно, условия, согласен, только говорит, ну, вначале молчал, прошел шаббат, все быстро, продали блюда одно за одно, не прошло там полтора часа, вода для омовения рук, все прочитали после трапезную молитву. После этого хозяин дома спрашивает, Раве, научите меня, что плохого в том, что я веду обычно длинную, такую субботнюю трапезу. Раве Израиль говорит, сейчас позвал вдову, и говорит, когда она пришла, он говорит, извините меня, пожалуйста, за то, что из-за меня вы сегодня вынуждены были очень торопиться с подачей еды и со сменой блюд. Она отвечает, да благословит вас Господь, Раве, я хотела бы, чтобы вы гостили тут каждую неделю. Обычно мой хозяин долго ведет трапезу, а я очень усталая после рабочего дня и падаю с ног. А сегодня, благодаря Раву, я уже освободилась и могу пойти домой отдохнуть. И тогда Рав Салантер обратился к своему ученику и сказал, в ответе бедной вдовы найдешь ответ на мой вопрос, на свой вопрос. Конечно же, похвально петь, говорить слова Торы и так далее, но только в том случае, когда мы не делаем это за счет других. И так поступала Авраам. Надо понимать, что на нас благословение, до 120 лет на человеке благословение. Надо пользоваться этим. Кстати, по правде говоря, мало шансов реально дожить до 120 лет. Почему тогда благословляют друг друга до 120? Ответ очень простой. Именно на такой срок человек должен строить свои жизненные планы. Если человек предполагает, что проживет 80 лет, а ему там, скажем, 60, то он говорит, мне осталось там 20 лет, что я могу успеть. Но если человек рассчитывает на 120 лет жизни, а ему 70, то он скажет себе, мне осталось еще 50 лет, а за 50 лет я успею много сделать. Вот так и надо настраивать себя. Брахава, Ацлаха, всего самого-самого лучшего.